Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Волонтерский отряд «Лучики Добра» на краевом конкурсе занял первое место. Анапа приняла открытые краевые соревнования по аэробике и хип-хопу. Инспекторы ГИБДД провели профилактическую акцию «Опасный водитель». Проверили состояние водителей и напомнили правила безопасного движения. Сотрудники ГИБДД выявляли на дорогах Анапы водители, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. По вине пьяных водителей в этом году произошло семь аварий. Два человека погибло, шестеро получили травмы. Несмотря на то, что административное законодательство постоянно ожесточает ответственность за управление тренировым состоянием, однако на сегодняшний день совместно с ротой ДПС уже около полутысячи водителей нами охорблено за управление тренировым состоянием. В ходе рейда инспекторы ГИБДД выявили четырех пьяных водителей. Управление транспортом в таком состоянии – грубое правонарушение, за которое лишают водительских прав от полутора до двух лет. Во время профилактической операции зафиксированы и другие нарушения. Родители, пренебрегая безопасность своих детей, перевозят их без специального автокресла. Отсутствие специального удерживающего устройства предназначено для перевозки детей до 12-летнего возраста. Разрешается трехточечным ремнем пристегиваться при помощи треугольного манжета. То есть манжет вы можете приобрести в любом автомагазине, пристегнуть ребенка на манжет. Пока до 10 лет, пожалуйста, все-таки ребенка в детском удерживающем устройстве перевозить. Еще одна потенциальная угроза безопасности – тонированные стекла. Сотрудники Анапской госавтоинспекции напоминают – автомобиль – источник повышенной опасности, который обязывает водителей не рисковать на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Все без исключения. Волонтерский отряд «Лучики Добра», обосновавшийся на базе школы номер 7, на краевом конкурсе занял первое место, не оставив 44 соперникам ни единого шанса на победу. Рината Кадырова познакомилась с командой волонтеров. Есть люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. Люди, которые делают добрые дела бескорыстно. Отзывчивым, жизнерадостным, любить свое дело. Любить свою родину, помогать людям, стараться не экономить на этом и всем, что ты можешь помочь, даже не в денежном смысле, а душой, поведением, просто помощь в доме. Стараться помогать и не отказываться от помощи. У волонтеров одно желание сделать мир добрее и лучше, поэтому они не сидят и не стоят на месте. Высаживают деревья, ездят в детские дома, помогают ветеранам, наводят порядок у памятников, убирают школьный двор и сами придумывают повод, чтобы проявить свои творческие способности. Рисуют плакаты о здоровом образе жизни, на окнах времена года, участвуют во всех патриотических акциях, на каждый праздник устраивают концерты и при этом не забывают про учебу. Каждый год в День здоровья волонтеры устраивают акцию «За здоровый образ жизни». Все учащиеся вырезают из цветной бумаги ладошку и голосуют за здоровый образ жизни. У нас, как видите, очень много этих ладошек, и у нас вся школа «За здоровый образ жизни». И через некоторое время мы повесим все эти ладошки на стенд, и каждый из учащихся сможет найти свою вырезанную ладошку. Волонтерский отряд «Лучики добра» победитель краевого конкурса среди образовательных учреждений «Дети Кубани за здоровый образ жизни». 44 команды претендовали на это место, но лучшими стали анапские «Лучики добра». Победа оказалась неожиданной. Новороссийская команда пригласила в гости наших волонтеров, наверняка, чтобы узнать наш секрет успеха. Новороссийский отряд, я так понимаю, не просто так их приглашает к себе в гости, а чтобы посмотреть все-таки, где у нас можно какие стороны найти. Мы еще подумаем, ехать к ним или не ехать. Хотя очень понравилось, они приглашали, и в прошлый раз они нас поддерживали. И у нас очень с Новороссийскими хорошие отношения с волонтерским отрядом. Мы с ними, я даже, например, с ними в переписке нахожусь. Это кадетский корпус наш, в лицейском, в лицейском, на Новороссийске. И списываемся с ними, но пока на сегодняшний день улучшим. У нас была сценка, как организм разговаривал с временными привычками, песня была и флешмоб. С самого детства Катя помогает людям, и профессию себя выбрала соответствующую. Хочет стать хирургом, потому что эта работа одна из наиболее сложных, стрессовых и экстремальных, а значит, ей по душе. Катя – волонтер с самого основания отряда. Самый яркий момент – конкурс в Краснодаре. На всю жизнь я помню, когда нас очень-очень хорошо поддержали люди, даже те люди, которые были соперниками, которые соревновались вместе с нами, но они нас очень тепло поддержали. И мы удивились. И на флешмобе мы даже не рассчитывали, что встанут такое количество людей, будет нас поддерживать. У нас было очень приятно, и мы даже со сцены не хотели уходить. Движение существует два года. Многого ребята уже успели достигнуть. Но впереди еще больше завоеваний, побед и не сделанных пока еще добрых дел. В Анапе стартовал муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года-2015». На торжественной церемонии открытия конкурса профессионального мастерства побывала наша съемочная группа. Все начинается с детства. Эти слова, как нельзя кстати, подчеркивают значение дошкольного образования в жизни человека. Воспитатель – это первый после мамы учитель, который учит и воспитывает детей. 13 воспитателей анапских детских садов соревнуются в конкурсе за звание лучшего в профессии. Конкурсантка Наталья Сахарова – воспитатель детского сада номер 42 «Ласточка» в станице Анапской. Стать воспитателем мечтала с детства. Я очень с детства любила водиться с детьми и уже с самого раннего возраста, лет 10, знала, что буду воспитателем. Очень люблю свою профессию, потому что прикоснуться к детям, прежде всего, жить в чуде. Поэтому мы каждый день живем в чуде. Воспитатели и педагоги дошкольного образования – особая категория людей. В их руках самое начало детской жизни. Главная задача – дать почувствовать каждому ребенку, что он любим, уникален и нужен в этом мире. Лариса Пухачева всегда следует этому правилу. 12 лет – общепедагогический стаж воспитателя детского сада номер 7 «Колокольчик». Из них 7 работают с маленькими детьми. Готовились очень долго, плодотворно, проводились занятия детишками, чтобы здесь все было у нас красиво и хорошо. Конечно, все очень переживаем и волнуемся. Но самое главное – это же не победа, а участие. И что мы очень надеемся, что мы здесь все передружимся и будем друг друга принимать опыт. В детском саду номер 3 «Звездочка» состоялась торжественная церемония открытия конкурса. Участниц приветствовала Наталья Микитюк, исполняющая обязанности начальника управления образования. В первом этапе «Воспитателя года-2015» конкурсантки выполняли два задания – тестирование и мастер-класс. Во второй этап конкурса пройдут только шесть участниц. Оценивают мастерство воспитателя специалиста управления дошкольного образования и приглашенные члены жюри, которым могут дать объективную стороннюю оценку работников детсадов. Ждем высокого профессионализма. Мы посмотрели, что конкурсантки у нас одна, другой лучше, краше, самые-самые лучшие. Поэтому от конкурса большие ожидания. Награждение и торжественное закрытие мероприятия пройдет в четверг, 27 ноября. Победительница представит Анапу на краевом этапе конкурса «Воспитатель года Кубани-2015». В городском театре состоится концерт Патриаршего мужского хора Свято-Даниловского монастыря. В программе стихи, народные казачьи песни, романсы. Начало концерта в 19 часов. Сколько веков стоял монастырь, столько в нем пел хор. 28 ноября. Городской театр. 19.00. Патриарший мужской хор Московского Свято-Данилова монастыря. Спорт для выносливых и артистичных, аэробика и хип-хоп. Несколько движений в секунду и все это должно быть синхронно. Анапа приняла открытые краевые соревнования по этим видам спорта. Об итогах соревнований расскажем прямо сейчас. Холодный осенний день раскрасили лучезарные улыбки и яркие наряды спортсменов. Все цвета радуги под российским флагом. Начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко открыл турнир. На открытые соревнования по фитнес-аэробике моря фитнеса приехали 19 команд из Краснодара, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Староминской и Каниловской станиц. Более 130 участников. Мы очень долго готовились все эти месяцы с прошлого года. Это у нас вторые соревнования в этом году. Очень сильно волнуемся, очень переживаем, потому что дальше у нас еще более серьезные соревнования. Это, так сказать, старт. Команда Анапы «Ритмика» в сентябре привезла первое место соревнований в Новороссийске. Марина Варава пришла поддержать дочь Маргариту. Мы, как родители, видим, радуемся и стараемся всячески их поддерживать. Кстати, столько эмоций, постоянное переживание за нее, за ее успехи. Ну и результат благодаря нашему тренеру мы видим. Девчонки растут активные, увлеченные, спортивные, потянутые. Девушки из команды «Ремикс» первых секунд выступления заявили себя соперниками сильными, яркими и уверенными в себе. Оригинальными костюмами удивили зрители-подростки из Краснодара, танцующие хип-хоп. Мы, как бы, можно сказать, фанаты Майкла Джексона. Он в танце, можно сказать, король. И мы решили подражать ему. Нам еще, конечно, далеко до него, но мы постараемся достичь чего-то большего. Самое главное – это, как бы, работать с командой. Если команда не будет работать сплоченно, то и вид уже другой будет, и не получится красивой картинки. Все выступления ритмичные, яркие и очень позитивные. В финале спортсмены смешались. Зачет личный. Максимальная точность движений – залог высокой оценки. Много новых спортсменов, перспективных очень. Особенно в аэробике 8-10 лет. Я вижу, что это команды сильные и в Новороссийске, и у нас в Анапе, и в Краснодар. 11-13 дисциплина тоже показала максимальный результат, хороший. Жалко очень мало хип-хопа. Хотя он очень популярный, но танцоры к нам не идут, потому что у нас очень сложно, у нас вид спорта. Сюрпризом стал розыгрыш новогодней лотереи среди участников турнира. Наградили победителей. В каждой возрастной категории бронза, серебро и золото. Анапские спортсмены показали себя на высоком уровне. Первое место в младшей возрастной группе заняла «Ритмика». В средней команда стала третьей. Юные танцоры хип-хопа из Анапы также стали лучшими. Победители в составе сборной Краснодарского края примут участие во всероссийских соревнованиях. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг, 27 ноября, в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 3,5, ночью до 4 градусов тепла. Ветер с северо-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.